Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 октября. И сейчас вот только что я рассказывала вам, как я рассортировываю томаты, какие на длительное хранение, какие сейчас для употребления непосредственно. И обещала вам показать, как выглядят у меня томаты, которые я не побоялась и в свое время вместе со всеми не выдернула, не убрала. Потому что вот в конце сентября, даже в середине сентября, у нас в сибирском регионе почти все убирают томаты, потому что ночь холодная уже, и уже два заморозка у нас было. Но я не убрала, конечно, не потому что я мечтала вот их вырастить еще до октября и до ноября. О, смотрите, о, куда ушла. Просто у меня не было времени, и тем более вот здесь вот эти томаты растут. Я уже вам показывала этот технический проход. Тут у меня никогда нет солнца, тут тень. Это, сейчас покажу вам это место. Это вот у меня теплица перечная, и она, отступ вот этот, именно технический проход. Видите, вот там солнце с той стороны еще бывает, а здесь вот сразу тень. И тут у нас как, как сказать, как в погребе вечно. И поэтому я сюда посадила томаты, но без особой надежды, что я получу какой-то урожай просто, чтобы место не пустовало. Вот этих посадила тут синюю, голубую звезду. Потом у меня здесь еще черный мавр, остаток рос. Но на удивление они все выросли, потому что нынче было лето очень теплое, продолжительное. И еще лишних две недели нам дала погода. И хочу вам показать. Несмотря на то, что, я уже говорила, было два заморозка, минус два, минус три у нас было, но это было в сентябре. Октябрь весь теплый. Но сейчас по-прежнему у нас остается такая ситуация, что ночью 3 градуса, 4 градуса, 2, даже 1 промелькивала такая погода. Томаты все равно растут. Они не только дали лишние кисти. Ну, низ я, конечно, уже обобрала, про это я и не говорю. Я говорю сейчас про те, которые на уровне моих плеч. Вот я стою. Уже созрели новые кисти. Формируются те, которых уже не должно было бы быть. Еще цветут. И томат по-прежнему пытается еще и еще завязать. Вот про это я и говорила, когда я сейчас рассказывала про медовую каплю, вот про этот, про очарование. Они у меня были там на солнце. Вы представьте, вот эта теплая погода, сколько дала лишних кистей. Вот еще была бы раз, если бы она была на солнце, еще была бы два. И даже вот здесь еще. Короче, вот эти синие томаты, благодаря вот такой погоде, вымахали, вот у нас забор 2 метра, вымахали выше 2 метрового забора, еще пытаются там расти и цвести. Для чего хочу вам это показать? Смотрите, какой выносливый у нас томат. Перенес заморозки, переносит ежедневные низкие температуры, но все-таки октябрь хоть днем солнышко пригревает. Да, днем у нас солнышко, вот оно, оно пригревает. Выше 20 градусов у нас. Но здесь в тени, вот я стою здесь прохладненько, здесь, наверное, ночью вообще холодно. Все равно они живут, все равно они растут, плодоносят. И меня очень удивило, что до такой поры они все еще завязывают кисточки. Но это, конечно, только потому, что сами кусты здоровые, если бы они чем-то подхватили какое-то заболевание, они бы уже давно, наверное, погибли. Но опять же, они здоровые, наверное, из-за того, что нынче было такое теплое, жаркое лето. В фитофторе не было сильно условий благоприятных, чтобы развиваться. Но меня все равно это удивило очень. Я вот на своей жизни, я живу в сибирском регионе, и чтобы в середине октября у нас плодоносили на улице, росли томаты, первый раз в жизни. Как говорится, век живи, век учись. Значит, в следующий год тоже нужно не бояться, и какую-то часть кустов, которые с продолжительным плодоношением, которые не ограничены в своем росте, нужно оставлять на позднее время. Пусть они растут. Дополнительные 2-3 кисти лишние не бывают. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот обзор томатов, которые не боятся ни заморозков, ни продолжительных похолоданий, которые растут, растут и растут. И стараются дать как можно больше плодов. Хозяйку обрадовать чем-то. Но я не столько обрадована, сколько удивлена. Мне уже и урожай этот не нужен. Но полюбоваться на такие томаты в октябре, это, конечно, прекрасно. Смотрите, какие зеленые, какие пышные. А какая огромная, двухметровая такая красавица выросла. Вот эта голубая звезда. Все, до свидания. Сейчас я покажу перцы. Они настолько нежны, как нам кажется. До сих пор в открытом грунте, без укрытия, и еще плодоносят. Продолжение следует... Продолжение следует...